Ага! Непутёвый значит легкомысленный и безалаберный! Ррррр! Я злюсь! Это не так, ребята, привет! Это рубрика слова-ловушки! Мы тут учимся говорить красиво и писать без ошибок! Ух, как я расстроен! Мне стало непонятно, почему меня вчера друзья непутёвым тигрёнком назвали! Подумаешь, опоздал на урок! Но я же пришёл на него! И ничего страшного, что на переменке уронил горшок с цветком! Он же не разбился! Что? Говорите, плохо поступил? Ну ладно, ладно, виновата, справлюсь! А вот интересно, как появилось слово «непутёвый»? И что оно значило давным-давно? Давайте узнаем! Угу! Ну-у-у! Старину на Руси путём называли не только дорогу, но ещё и разные должности при дворе князя! Например, путь сокольничий – это начальник княжеской охоты! Путь ловчий – это начальник псовой охоты! Путь конюши, управляющий экипажами и лошадьми! Бояре всеми правдами и неправдами старались заполучить у князя путь, то есть важную должность! А кому это не удавалось, а тех с пренебрежением отзывались «непутёвый человек!» Со временем выражение приобрело другой смысл! И непутёвыми стали называть людей, неорганизованных и не соблюдающих порядок в чём-либо! Я теперь точно буду вести себя так, чтобы друзья никогда не называли меня «непутёвым!» И вам советую! А на этом всё! Не переключайтесь! Дальше будет много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok